Пасха 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 И вот наступает полночь Раздается шум Раздается листовый вопль сначала в одном, потом в другом, затем еще в нескольких домах И вот в каждом доме египтянина раздается плач Плач отчаянный В каждом доме и в каждом доме смерть Смерть первенцев И не было ни одного дома, где кто-то не умер Плач стоял по всей земле египетской Умер даже весь первородный скот в каждом дворе Это было неизбежное наказание У них было время, чтобы сделать другой выбор Но они его не сделали И только в домах, где кровь и ягня были помазаны косяки дверей Все остались живы Лишь только в домах израильтян никто не пострадал Плач стоял во всем Египте, но в домах израильтян было тихо И вот фараон призывает Моисея и умоляет его, чтобы израильтяне скорее покинули Египет 600 тысяч мужчин, их жены, матери и дети покидают эту страну Впереди у них еще много испытаний Впереди у них Красное море Впереди у них блуждание по пустыне в течение долгих сорока лет Впереди у них еще много уроков от Бога Но впереди у них также и главная земля обетованная Где каждое колено Израиля получит свой удел Но это все еще впереди А сейчас они покидают Египет, они покидают его в спешке И казалось, не верят до сих пор, что 430-летнее рабство заканчивается Мы знаем, что спустя несколько часов фараон и его войска кинется в погоню за ним Мы знаем, что это будет лишь очередной попыткой идти против воли Бога Народ будет спасен от этого правителя раз и навсегда Свобода, надежда, спасение и последняя ночь в рабстве Это была Пасха Слово Пасха по-древнееврейски означает обойти стороной или защитить Так переводится это слово Пасха Никто из израильского народа не пострадал в тот день, в ту ночь Это была самая масштабная и самая безопасная освободительная операция в мире Многие сотни тысяч людей были освобождены из рук угнетателей без единой потери Бог заповедовал народу Израиля каждый год вспоминать об этом событии Каждый год они собирались, чтобы вспоминать это событие, это освобождение Чтобы рассказывать это своим детям Чтобы хранилась память о чудесной силе и любви Бога И так и было И мы знаем, что на протяжении многих лет Пасха праздновалась среди всех израильтян Но мы знаем также, что память человека, она очень несовершенна Бог устанавливает особые дни и праздники, как этот, как Пасха Для того, чтобы мы помнили особые моменты истории И чтобы мы запоминали уроки, которые Бог преподносит людям И которые Бог преподнес израильскому народу Мы знаем, что в конце концов люди перестали праздновать Пасху, так как это заповедовал им Бог И мы знаем, что был один человек, который восстановил эту традицию в свои времена Это был Иосия Давайте мы посмотрим историю книги Исход Точнее, простите, в книге Исход мы посмотрим то, что Бог заповедовал помнить нам эту Пасху И потом мы перейдем к Иосии Книга Исход, 12 глава, с 24 по 27 стих Вы должны помнить этот наказ, этот закон для вас и ваших потомков на веках Не забывайте делать это, даже когда придете в ту землю, которую Господь дает вам Когда ваши дети спросят вас, зачем мы исполняем этот обряд Вы скажете, это Пасха в честь Господа Почему? Потому что когда мы были в Египте, Господь обошел стороной дома Израиля Господь убил египтян, но спас народ в наших домах И теперь народ склоняется перед Господом и поклоняется Ему Бог заповедовал справлять этот праздник для того, чтобы люди помнили Бог заповедовал родителям передавать знания о Пасхе, об этом дне Своим детям Вы должны помнить этот наказ, говорит Бог Не забывайте делать это И вот сегодня мы собрались для того, чтобы вновь вернуться к этих событиям Тысячелетней давности, для того, чтобы вспомнить, что же произошло на земле И чтобы изменить свое сердце, иметь его таким, каким хочет видеть его Бог Но мы знаем, что люди забыли, не сразу, но забыли Таковы мы Мы забываем, мы забываем не более важные вещи, мы забываем менее важные вещи Но мы можем это помнить, если захотим И сегодняшняя наша встреча для того, чтобы мы еще раз вспомнили И для того, чтобы мы помнили, что же такое Пасха Мы знаем, что были времена, когда люди возвращались к празднованию Пасхи С новой силой и желанием И вот теперь давайте мы посмотрим Историю про Иосию Четвертая книга ЦАС 23 глава, 21 по 22 стих Четвертая книга ЦАС 23, 21, 22 Затем царь Иосия дал приказание всему народу Он сказал, празднуйте Пасху Господу Богу вашему, как написано в книге Завета Народ не праздновал так Пасху всех дней, когда судьи правили над Израилем Ни одного из царей израильских или царей иудейских Не было такого великого празднования Пасхи И праздновали Пасху Господу в Иерусалиме в 18-й год царствования Иосии Мы знаем, что Иосий имел невероятное сердце, любящее Бога и Его Слово Его сделали царем, когда Иосий было всего лишь 8 лет И правил он всего 31 год И вот когда ему было 18 лет, то есть в возрасте 26 лет Он с невероятной силой возвращает народ Божий к праведности, к Слову Бога И в том числе и к празднованию Пасхи Это был особый момент, когда люди к тому моменту что-то забыли уже Они перестали праздновать Пасху как должен Наверное, они помнили о ней, но они перестали вспоминать те события, которые произошли в Египте И как Бог своей великой рукой вывел народ из рабства Наверное, они помнили, что такое Пасха Но они не относились к ней так серьезно, как того хотел Бог Что сегодня? Я хочу спросить, что мы празднуем? Что сегодня в наших сердцах? Что думают люди, когда слышат о Пасхе? У меня была мысль снять какой-то ролик, интервью на улице К сожалению, не хватило времени и умений Но когда-нибудь вы можете сделать это Выйдите в день Пасхи или до него за несколько дней И попробуйте спросить у людей, что они знают о Пасхе С чем у них связана Пасха? Вы будете удивлены, до чего дошел мир Вы будете удивлены, люди забыли, что такое Пасха Что мы празднуем? Пытаются ли люди сегодня понять истинный смысл этого праздника, который установил Бог? И прежде чем мы пойдем дальше, я хотел познакомить вас с одним отрывком Небольшой притчи, которую написал один очень известный русский писатель Если вы любите русскую классику, вы узнаете этого автора в конце, я не назову его имя Выросла сорная трава на хорошем лугу И чтобы избавиться от нее, владельцы луга скашевали ее А сорная трава от этого только умножалась И вот добрый и мудрый хозяин посетил владельцев луга и в числе других поучений, которые он давал Сказал ей о том, что не надо косить сорную траву Так как она только больше платится от этого, а надо вырывать ее с корня Ну или потому, что владельцы луга не заметили в числе других предписаний доброго хозяина Предписание о том, чтобы не косить сорной травы, а вырывать ее с корня Или потому, что просто не поняли его Или потому, что по своим расчетам не хотели исполнять этого Но вышло так, что предписание о том, чтобы не косить сорной травы, а вырывать ее Не исполнялось, как будто бы его никогда и не было И люди продолжали косить сорную траву и размножать ее И хотя в последующие года и бывали люди, которые напоминали владельцам луга предписания доброго и мудрого хозяина Но их не слушали и продолжали поступать по-прежнему Так что скашивать сорную траву, как только она показывалась Сделалось не только обыкновением, но даже священным преданием И лук и все больше и больше застарялся И дошло дело до того, что в лугу стали одни сорные травы И люди плакались на это и придумывали всякие средства для поправления этого дела Но они употребляли только одного того, которое давно уже было предложено им добрым и мудрым хозяином И вот случилось в последнее время одному человеку, видевшему тот жалкое положение, в котором находился луг И нашедшему в забытых предписаниях хозяина правило о том, чтобы не косить сорную траву, а вырырать ее с корнем Случилось этому человеку напомнить владельцам луга о том, что они поступали неразумно И что неразумие это уже давно было указано добрым и мудрым хозяином И что же, вместо того, чтобы проверить справедливость напоминания этого человека И в случае верности его перестать косить сорную траву Или в случае неверности его доказать ему несправедливость его напоминания Или признать предписания доброго и мудрого хозяина неосновательными и для себя не обязательными Владельцы луга не сделали ни того, ни другого, ни третьего, а обиделись На напоминание того человека и стали бронить его Они наказывали его, они называли его безумным градицом, вообразившим себе Что он один из всех понял предписания хозяина А другие называли его злостным лжетолкователем и клеветником Третий, забыв о том, что он говорил не свое, но напоминал только предписания Почитаемого всеми мудрого хозяина, называли его зловредным человеком Желающим развести дурную траву и лишить людей луга Он говорит, что не надо косить траву А если мы не будем уничтожать траву, говорили они Нарочно умалчивая о том, что человек говорил не о том, что не надо уничтожать сорную траву А о том, что надо не косить, а вырывать ее То сорная трава разрастется и уже совсем погубит наш луг И зачем тогда нам дан луг, если мы должны воспитывать в нем сорную траву И мнение о том, что этот человек или безумец, или лжеистолкователь Или имеет целью навредить людям До такой степени утвердилось, что все его бронили и все смеялись над ним И сколько ни разъяснял этот человек, что он не только не желает разводить сорную траву Но напротив, считает, в уничижении дурной травы состоит одно из главных занятий земледельца В уничтожении Как и понимал этот добрый и мудрый хозяин, слова которого он лишь только напоминает Сколько он не говорил этого, его не слушали Потому что окончательно решено было, что человек этот Или безумный гордец, превратно толкующий слова мудрого и доброго хозяина Или злодей, призывающий людей не к уничтожению сорных трав А к защите и возвращению их Это произведение называется «Три притчи» Это одна из притч Лев Николаевич Толстой Написал очень много лет назад Вы поняли идею этой притчи? Я думаю, здесь все понятно И объяснять не надо Давайте попробуем перевестись к нашей теме сегодня К Пасхе Мы привыкли делать то, что делают все Не все, но многие привыкли жить так Попробуйте сегодня, когда вы вернетесь домой Забываться Пожнали для вас Пасху Если да, то почему? Людям свойственно забывать Но что еще более страшно Людям свойственно не стремиться узнать истину Как это было в этой притче Миллиарды людей делают что-то просто по привычке Миллиарды людей празднуют Пасху Женя привел статистику в начале Что в нашей стране Больше половины людей Не верят в воскресенье из мертвых У меня есть еще интересные вещи В нашей стране около 80% людей Причисляет себя к числу верующих Видимо, среди этой части Люди верят, но они не верят в воскресенье из мертвых На самом деле это очень невероятный результат В России, вы только вдумайтесь 80% людей 80% вашего класса Вашего коллектива на работе Вашего дома, где вы живете Всего лишь 20 квартир не верят А 80 квартир верят в город Но в то же время наша страна Одна из самых пьющих в мире В соответствии со стандартами Всемирной организации здравоохранения Считается, что Если уровень потребления алкоголя На душу населения превышает 8 литров В год Я не знаю, чем мы не измеряли 8 литров алкоголя То это считается уже очень опасным Для здоровья нации В России сейчас этот уровень находится На уровне 15-18 литров в год На человека Число детей, которые брошены Своими родителями, растет с каждым годом По данным той же организации К 2008 году в России число сирот Выросло На тот момент За последние 15 лет В четверо Наркомане в России Стало угрозой национальной безопасности страны Эксперты ООН сообщают, что за последние 10 лет Количество наркоманов в России увеличилось в 10 раз Что составляет 20% Мирового потребления наркотиков в мире Число абортов Почти сравнимо с числом Рождающихся детей Официальные данные Министра здравоохранения И социального развития России Следующие В 2008 году в стране Родились 1 миллион 714 тысяч малышей И было зарегистрировано 1 миллион 234 тысячи абортов Это только зарегистрировано Сейчас в России распадается примерно каждый второй брак Число разводов носит катастрофический размер Более того, это становится модным Менять Жену Менять мужа Вообще не жить, брать Люди в нашей стране считают себя верующими 80% людей У меня есть вопрос Это что за вера такая Которая имеет такие плоды Что это за вера, которая не меняет жизнь Что за вера, которая не учит любви и борьбе со злом Это мертвая вера Если она такая Сегодня мы празднуем Пасху Миллиарды людей празднуют Пасху Для большинства людей Пасха это один из поводов Собраться с семьей Выпить Испечь кулич Покрасить яйца Сказать правильные слова друг другу Поправить, если тебе неправильно ответили Сделать то, что только считается правильным Посмотреть по телевизору очередное шоу под названием Снисхождение благодатного огня И завтра все как и было раньше Наркотики, алкоголь, убийства, кражи, аборты, измены и так далее Так что же сегодня? Какой смысл Пасхи сегодня? А смысл остался тем же, каким он всегда и был Мы видим, что Бог вывел народ Израиля из рабства В котором он находился сотни лет Он провел его через воды Красного моря Чтобы, проведя через пустыню И научив послушанию Привезти в обетованную землю И сегодня Бог хочет освободить каждого, кто любит его И хочет подчиняться его законам Библия проводит очень ясную параллель Между событиями, которые были описаны В Ветхом Завете о Пасхе И распятием Христа Давайте откроем 1 Коринфянам 5 главу 7 по 8 Избавьтесь от старых дрожжей, чтобы стать новой опарой теста Ибо вот что представляете вы собой, как верующий, хлеб без закваски Ибо Христос, наш агнец пасхальный, был отдан на заклание Так давайте же по-прежнему соблюдать наш пасхальный праздник Но не со старой закваской, закваской злобы и скорченности А с хлебами без закваски, с искренностью и истиной Иисус стал для нас сегодня главным воспоминанием, связанным с Пасхой Библия говорит, что Иисус стал тем пасхальным ягненком, который был во времена Ветхого Завета Иисус взял на себя наши грехи И Женя говорил об этом, когда у нас было причащение Мы вспоминаем каждую неделю, что Иисус понес на себе наши грехи Ведь именно благодаря Ему каждый человек сегодня может получить возможность Выбраться из рабства греха, в котором он сегодня находится Подобно тому, как это сделали израильтяне, когда выбрались из египетского рабства Это праздник для тех, кто вышел из этого рабства И напоминание тем, кто еще этого не сделал Что вы думаете, когда слышите Иисус воскрес? Подумайте про себя Что вы чувствуете? Вы, быть может, отвечаете По истину воскрес Но что это значит для вас? Значит ли что-то Это для вас Как вы думаете, чувствовали себя и египетяне той ночью и в последующих годах Когда израильский народ вышел из рабства? Как вы думаете, они себя чувствовали? Как они чувствовали себя после того, как в каждой семье была смерть первенца? После того, как Бог наказал их за непослушание, после того, как они 430 лет заставляли миллионы людей работать на себя Некогда самые плодородные зеленые земли Египта превратились в пустыню, а слава Египта забыта Как вы думаете, они праздновали Пасху? Праздновали они радостное освобождение израильского народа из рабства? Как это делали спасенные израильтяне? Я думаю, что нет И я хочу сегодня обратиться ко всем людям, кто меня слышит Кто сидит здесь, или кто будет смотреть это потом в записи Иисус воскрес Это факт Но ответьте себе честно Вам-то что до этого? Вам-то что до этого? Что Иисус воскрес? Вы на чьей стороне? Если для вас это просто знание Подобно тому, как знали о спасении египтяне То это печальная новость для вас Если вы ничего не сделаете дальше Весть о спасении великолепная новость Для каждого человека на земле Если для вас это действительно что-то значит Жизнь изменится потом Докажите это своей жизнью Измените свою жизнь так, как этого хочет Христос Покажите, что любите Бога и Его Сына Матфея, 7 глава, 21 стих Не всякий, кто говорит, что Я его Бог Войдет в Царство Небесное А лишь тот, кто исполняет волю Отца Моего Небесного Россия верующая страна Но это только на устах В результатах опросов социологических служб Но не всякий, кто говорит, что Я его Бог Войдет в Царство Небесное Написано в Библии И давайте не будем обманывать друг друга И не будем радоваться только в один этот день Что Иисус воскрес А во все остальные дни Жить так, как живет все остальное человечество Лишь тот, кто исполняет волю Бога Иисус отдал свою жизнь Чтобы каждый человек на земле Получил возможность быть прощенным И мог наследовать вечную жизнь Чтобы каждый человек мог вновь соединиться с Богом Нашим любящим Творцом Я так благодарен, что Бог позволил Лично мне узнать и познакомиться с Его Словом С Библией Когда-то я был сильно запутан грехом И не знал, куда я иду Сейчас я знаю путь И хотя грехи по-прежнему повторяются некоторыми в жизни Это не тот путь, который я выбрал Я выбрал Бога и Его путь И с некоторыми вещами до конца не удалось побороться Но некоторым вещам я навсегда сказал до свидания И они ушли из моей жизни Еще до того, как я крестился Однажды друг мой уехал из города Я стал встречаться с его подругой И вот этот случай навсегда остановил меня на этом пути Что-то должно произойти в вашей жизни И пусть это произойдет не благодаря вот таким урокам, какой был у меня Бог обращается к каждому из нас с любовью через свое Слово Но также Он не предупреждает Что тот, кто не выйдет из рабства, погибнет Сегодня Иисус предлагает нам выйти из рабства И есть только один путь Истинное покаяние и истинное крещение Если кто-то хочет принять Бога в свою жизнь Сделайте этот шаг Не бойтесь Начните изучать Библию Применяйте ее в своей жизни Уверуйте, покайтесь и креститесь И завершите свое спасение Так как его потом очень легко потерять Завершайте свое спасение Чтобы дойти до обетованной земли Небесного города Который приготовил для нас наш любящий Бог Мы знаем из библейской истории Что было много случаев, когда Большинство людей следовало по какому-то пути Мы помним историю Ноя и его семьи Когда спаслась всего одна большая семья Ноя В количестве восьми человек Все остальное человечество было потоплено Массовость И массовая принадлежность к чему-то не спасет Спасет только истину Иисус наш пасхальный днем Иисус наша возможность жить на свободе Иисус наш единственный путь к Богу Он наше главное воспоминание Связанное сегодня с Пасхой Иисус наш Бог Явившись этому миру во плоти Чтобы спасти тех Кто верует в Него Дорогие друзья, братья и сестры Сегодня Пасха Для одних это праздник Для других напоминание Если вы верны Иисусу Празднуйте Пасху От всего сердца Вспоминайте свое рабство Из которого выгнал вас Иисус Рассказывайте это своим детям Передавайте из рода в род Вспоминайте и оставайтесь верными Аминь Если вы еще не решили жить Как учил Иисус Это ваш шанс И заставлять вас никто не будет Выбор остается за вами Если вы хотите Присоединяйтесь Аминь Выйдем вместе из этого рабства Пойдем вместе через воды крещей В земле обетованной Но праздник Пасха Пока не ваш Это наш праздник Но вам напоминание И возможность Присоединиться к этому празднику Он не для всех И когда пришли к месту Под названием Голгофа Что означает плотное место То дали ему выпить вина Смешанного с желчью Он же попробовал Отказался ему пить И распяв его Бросили между собой Жереби Кому что-то останется Из его одежды А потом сели И стали наблюдать за ним А над головой у него Укрепили доску Со словами обвинения Против него Иисус Царь Иудейский Одновременно с ним Распяты были два разбойника Один справа Другой слева от него И проходившие мимо Выкрикивали оскорбление Кивая в его сторону И говоря Эй ты Который собирался Разрушить храм И восстановить его В три дня Спаси же себя Если ты Сын Божий Сойди с Христа И первосвященники Вместе с законным Учителями И старейшинами Тоже издевались над ним Говоря Он спасал других А за себя спасти не может Он царь израильский Так пусть теперь Сойдет с Христа И мы уверуем в него Он верит в Бога Так пусть же Бог Спасет его Если он ему Угоден Ибо сказал Я Сын Божий И разбойники Распяты вместе с ним Тоже осыпали его оскорбили В полдень Опустилась манази И не рассеялась До трех часов А около трех часов Иисус воскликнул Громким голосом Эли-эли Лама Савахвани Что значит Боже мой Боже мой Для чего ты покинул меня Некоторые из тех Кто стоял поблизости Услышав это Сказали Этот человек Взывает к Илье И тут же Один из них Подбежал Намочил губку В кислом вине Надел ее на палку И дал ему пить Но остальные Говорили Оставь его в покое Посмотрим Появится ли Илья Чтобы спасти его И еще раз Закричал Иисус Громким голосом И спустил Дух Прошла суббота На расхлете Первого дня недели Мария Магдалина И другая Мария Пришли посмотреть Гробницу И случилось тогда Сильное землетрясение Ибо ангел Господь И спустился с небес Подошел к Гробнице Откатил камень от входа И сел на него Вокруг него было Сияние Подобные молнии И одежды Его были белоснежные Стражники Затряслись От страха перед ним И мертвецам Уподобились И тогда ангел сказал женщинам Не бойтесь Знаю, что ищите Иисуса Который был распят Его здесь нет Он воскрес Как и сказал Пойдите Взгляните на место Где было его тело Дорогие друзья Иисус воскрес Аминь Аминь Помните об этом Храните веру В своих сердцах Берегите ее Расскажите будущему поколению Иисус воскрес Мы живы И имеем надежду Благодаря Его жертве И Его преданности Бога Иисус воскрес Он завершил свой путь Он любит нас И ждет нас В небесном граде В вечности Где каждый из нас Имеет свою долю В наследии Бога Спасибо Аплодисменты